Новости Дагестана на телеканале ННТ. Здравствуйте. Студия Махач Курбанов. Коротко об основных событиях. Фильтровать и кипятить. В Дагестане питьевая вода не соответствует санитарным нормам. О том, что мы пьем, расскажем сегодня в выпуске. Есть спрос, будет и предложение. В нескольких колледжах республики уже приступили к производству защитных масок. Как это делают в Избербашском, индустриально-промышленном, расскажут наши коллеги. Основное занятие – рыболовство. Жители острова Чечень испытывают множество неудобств. Одна проблема уже решена. Теперь там открыт первый пункт выгрузки выловленной рыбы. Подробности сегодня. Бывший глава администрации села Гуниб подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По информации ведомства, Ахмадулла Газимагомедов, возглавляя в 2010 году село Гуниб, незаконно предоставил местному жителю выписку о наличии у него прав на земельный участок. В настоящее время в отношении экс-руководителя возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Практически 100% всех источников питьевого водоснабжения не соответствует санитарным нормам, как сообщает в Роспотребнадзоре по Дагестану. Работники управления в 2019 году изучили более 9 тысяч проб воды, из которых практически каждая шестая проба не соответствовала утвержденным гигиеническим требованиям. При этом 11% не отвечают санитарным нормам по микробиологическим показателям, а около 6% по санитарно-химическим. В пресс-релизе отмечается, что более 96% от совокупного числа подобных объектов в муниципалитетах региона функционируют вразрез с санитарными нормами и правилами. Также стоит отметить, что величина обеспеченности жителей Дагестана качественной питьевой водой в минувшем году достигла отметки в 63%, что лишь на 0,2% лучше показателя предыдущего года. Спрос на медицинские маски растет. Во многих столичных аптеках защитных аксессуаров уже не сыскать. В связи с этим в восьми колледжах республики приступили к производству масок. В швейных мастерских работают в поте лица по поручению Минобра Дагестана. Как шьют маски в Избербашском индустриально-промышленном колледже узнавала Хадижа Курбанова. Все новое, хорошо забытое, старое. Такие средства защиты применялись еще в советские времена. Марлю в восемь слоев вырезают как заготовку для будущей маски. Первый этап – обмеловку и на стил она уже прошла. Впереди утюжка и пошив. И все по строгим эпидемиологическим требованиям. Эксперты говорят, что эффективность такой маски намного выше, чем у современных синтетических. Было указание инфекциониста, когда собрали директоров, всех руководителей. Они именно потребовали, чтобы делали маски восьмислойные, то есть потолще, чтобы коронавирус не прошел через слои маски. И для защиты населения дорого. За день студентки колледжа шьют 300 масок. Для них это дело не хлопотливая, а работа только в радость. Ведь для многих это лишь невозможное, чтобы оттачивать свое мастерство. Мы находимся на производственной практике. Мы студентки третьего курса. И из-за дефицита медицинских масок в аптеках мы решили помочь городу в изготовлении марлевых масок, многоразовых масок. Мама занималась у меня этим делом. Она тоже шьет у меня, поэтому мне понравилось это. И я тоже решила производить одежду. Я думаю, это большая помощь для нашего города, для населения, так как дефицит этих масок у нас. Колледж, как и все образовательные учреждения республики, перешел на дистанционное обучение. Однако практику студенткам группы портных не отменили. При этом принимаются все профилактические меры, уверяет исполняющий обязанности директора индустриально-промышленного колледжа. Мы все меры профилактические проводим. Утром термометрию проходят мастера производственного обучения, которые вместе с ними и сами студенты. И пошив масок у нас начался 19 марта. Руководство города к нам тоже обратились с просьбой для муниципальных учреждений, чтобы мы маски тоже отшили. Мы согласились. Изготовление масок в трудный для страны период запустили не только в Избербаши. По поручению Министерства образования республики средства защиты шьют еще в восьми колледжах Дагестана. На сегодняшний день изготовлено уже более двух тысяч медицинских масок. По информации ведомства, сначала ими снабдят самих студентов, а затем, по возможности, маски направят в школы и детсады. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Избербаш. На острове Чечень открылся первый пункт выгрузки выловленной рыбы. Жители этой отдаленной местности ранее испытывали проблемы со сдачей своей главной продукции. Теперь с открытием пункта выгрузки упростится жизнь рыболовов. Будет упорядочен вылов и, что особенно важно, создано 24 рабочих места. Подробнее по тематам Ханапова. Владимир Тихонов живет здесь не один десяток лет. Ему, как и каждому жителю этого острова, хорошо знакомы трудности, которые неизбежно возникают из-за географического положения населенного пункта. Работать здесь практически негде, да и условия проживания не назовешь комфортными. В основном люди зарабатывают на рыбном промысле. Проблемы возникают и в этой сфере. Трудно реализовать. Инициатором полноценного возрождения рыбной отрасли на острове является Минприроды Дагестана. Было решено легализовать бизнес. За последние два года проведена работа с руководителями местных предприятий и достигнута договоренность об открытии баз стоянок. Это имеет большое значение для социально-экономического развития поселка. А какую рыбу ловят в основном здесь? Ну, в основном, какую рыбу ловят? Сазан, судок иногда бывает, чистяковая рыба, вовла, рыбец. А как вы думаете, если вот здесь с давными водами начнут кильку ловить, будет килька? Будет. Килька будет, но это особое, надо время особое. Остров Чечень, кроме как рыболовством, здесь заняться не с чем. Револовство и водноодство. Вот на этом люди трудятся. Трудно, конечно, но работают. Энтузиазма у жителей не отнять. Они готовы работать и расширять свой бизнес. Только сетуют, что для этого необходимы условия, а именно наличие электричества. Оно позволит хранить и обрабатывать рыбу на месте. Власти обещают, что в ближайшее время остров будет оборудован солнечными батареями. Затем здесь установят и промышленные холодильники. При наличии электричества переработка сама по себе напрашивается. Потому что добавленная стоимость, она вырастает. Это практически все население может найти работу. Не будет свободного времени. То есть люди горят, желаем работать, но для этого необходимо все это организовать. Чечень – самый крупный из островов одноименного архипелага. Площадь его более 50 квадратных километров. Расположен он в северо-западной части Каспийского моря. Административно остров относится к Кировскому району Махачкалы. В настоящее время в населенном пункте проживает около 120 человек. Батимат Ханапова, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, остров Чечень. Я еще куда не доеду. 1,5 миллиарда рублей требуется на проведение сейсмического районирования Махачкалы. Такие данные озвучил Минстрой Дагестана. В столице республики планируют провести оценку бальной сейсмичности, которая в последний раз проводилась 30 лет назад. В министерстве отметили, что такая оценка должна проводиться каждые 10 лет. За счет этих данных можно получить расчетные значения для определения рисков по минимизации последствий землетрясений. Дагестанские власти намерены обратиться в федеральный центр с просьбой выделить необходимые средства. Хабиб Нурмагомедов покинул США из-за ситуации с коронавирусом. О возвращении чемпиона UFC и его команды домой в Россию информагентству ТАСС сообщил менеджер спортсмена Резван Магомедов. Зал Американской академии кикбоксинга в Сан-Хосе, где тренировались дагестанские бойцы, закрыт для посетителей по распоряжению местных властей. Напомним, что Нурмагомедов 18 апреля должен провести бой с Тони Фергюсоном. Изначально поединок планировалось провести в Нью-Йорке, однако позднее власти города запретили данное мероприятие из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент Лига UFC занята поиском новой локации для боя. Вероятнее всего, встреча пройдет за пределами США. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин